Приветствую вас и в вашем случае, вот то, как вы описываете, описываете вы все это подробно, достаточно, то есть видно, что вы занимаетесь рефлексией, занимаетесь анализом, самоанализом, лучше сказать, вот. В вашем случае, ну, я думаю, совершенно очевидно, что необходимо регулярно это терапия с психологом по формированию конструктивного отношения к себе и другим людям в тесности. Значит, ну, просто, опять же, потому что у вас все вот это на таком очень сильном нуле, на таком вот очень сильном минусе. Во-первых, это взаимодействие с собой и ваши ценности, ваши поведенческие триггеры. Значит, тяжелое детство, не слово, а родители, позволяет меня думать о том, что именно в взаимоотношениях с вашими родителями кроется одна из ключевых проблем того, что вы описываете. И здесь я, опять же, хотел бы только спросить у вас в такой важный момент, откуда и почему у вас в детстве было такое ощущение, что дальше будет еще хуже. откуда, почему такое ощущение у вас было? С чем оно было связано? Вот это, пожалуй, едва ли не самый важный момент, который вам нужно для себя выявить. Поле булимия, будучи, конечно же, заболеванием, здесь не представляется средством средством убегания от реальности, средством бросания реальности вызова. вызова именно в том контексте, значит, в котором вы воспринимаете окружающий мир. Тяжелый, не принимающий и так далее. И во всем этом ключевую роль занимают ваши родители. Именно родители привили вам определенные отношения к себе. Именно родители, скорее всего, сформировали у вас те взгляды, которые сейчас вы продвигаете в своей жизни, и которые сейчас очень сильно мешают вам жить. Я надеюсь, что вы можете и об этом поговорить со своим психологом. Далее. Далее это то, что вы говорите по поводу очень сильного объема, очень большого объема потребляемой энергии на выполнение самых простых вещей. Здесь я хотел бы, чтобы вы подумали о том, почему вы тратите так много сил на обычные вещи. С чем это может быть связано? Просто подумайте, с чем может быть связано то, что вы тратите огромный запас энергии на то, чтобы делать с нами обычные вещи. Что отнимает ваши силы? Какие противоречия? И программы разрушения, которые у вас есть, это негативные установки, которые вложили вам ваши родители. Именно с ними, здесь с родительскими отношениями и нужно работать вначале. А далее постепенно, постепенно, показывая вам, что родители были не правы, менять ваше восприятие и себя и других людей. Но это работа, и я рекомендую вам к этой работе отнести серьезно. Я рекомендую вам подумать над тем, как вы видите свои дальние силы и взять на себя ответственность за нее. Подходив свою жизнь с самоубийством, вы только лишь проявляете трусость. И все, кто плохо о вас как-то говорил, думал так далее, окажутся правы. Но завершив свою жизнь с самоубийством, вы ничего не решите. Вы только избежите от проблем. Далее у вас есть не очень понятная, как мне кажется, ситуация, связанная с насилием. То есть, был ли у вас это просто половой акт, или вас изнасиловали, и власть его текста не очень понятно. Но в любом случае, тот факт, что вы жалеете и считаете, что вы кому-то что-то должны постоянно, опять же является приветом из детства. Именно родители внушили вам, что вы кому-то что-то постоянно должны. Вопрос в том, почему. И почему вы кому-то что-то должны. Об этом тоже стоит вам подумать. Наличие психического здоровья у вас, и рекомендации врачей по поводу того, как влияет на ваше восприятие мира, например, внутричерепное давление и прочее, прочее. Обязательно. Я рекомендую вам, в качестве начала работы над собой, прочитать книжку «Я умею прыгать через лужи» и потом начать общение с психологом на регулярной основе именно с этой книги. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Прошу заметить напоследок, что вы постоянно работаете со следствием. Вы постоянно работаете со следствием. То есть, смотрите. Вот вы и пишите, значит, что истинного желания нет этим вперед, это понятно, его сбили ваши родители. А вы хотите жить? Ну, не надо хотеть жить. Нужно хотеть что-то делать, нужно иметь свои совершенности, да? Вот. Значит, вы пишите, значит, я никогда не хотел. Почему? Это первое. А, значит, второе. В детстве было тяжело. Когда присутствовало ощущение, всегда все будет только тяжелее. Откуда это ощущение у нас было? Вот эти причины, причины, заставившие вас в детстве чувствовать тяжесть, поразовать все остальное. Но об этом вы не говорите. Как и об отношениях со своими родными. Это очень важно. А все, что вы говорите потом, это все результат, все следствие. Это все следствие непринятия себя, потому что вас не принимали родители, вероятно, до конца. И акцентирование внимания на физической неполноценности, опять же, потому что родители вас не принимали, видимо, вот такой, какая вы есть. И это вас, собственно, закрепило. Так что, почитайте книгу, вспомните себя в детстве, подумайте, какие вам сняты сны. И выбирайте психолога и начинайте работать с ним по означенным проблемам. Сперва на доверие, наращивать доверие между вами и психологом, то есть просто по знакомству. Убрать все защитные барьеры, которые у вас есть привычные для защиты. А потом работать, выстраивать вас заново. На этом все. Еще раз желаю вам всего доброго и удачи.